А Шурика вы не искали? Нахуй Шурика, когда искажка-девочка! Хе-хе-хей! Здарова, братаны! Вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, я это Пионерка без оригинала, и сегодня мы её продолжаем. Погнали! Как вы думаете, куда он мог подеваться? Это насчёт Шурика, если кто не в курсе. Не знаю. В голову ничего не приходит даже, и куда только он мог отправиться? Он может быть где угодно. Надеюсь, найдётся. Пойду дальше его искать. Если что-то узнаете, дайте мне знать. Хорошо. Может, спросите Славе? Славя, подожди. Что такое? А ты слышала легенду про девочку-кошку? Нам с Леной очень интересно. Славя призадумалась. Что-то слышала, но боюсь напутать. Слишком уж старая легенда. Лучше спросите Ольгу Дмитриевну, она точно должна знать. Она же сюда приезжала ещё задолго до того, как стала вожатой. А где она сейчас? Кажется, на пляже. Хорошо, спасибо. Ну что, на пляж. Славя покинула площадь. А мы с Леной направились на пляж. Найти на пляже Ольгу Дмитриевну труда не составило. Ну да, у неё самые большие буйки. Хотя нет, не самые. А может, и самые. Бля, надо будет посравнивать. Она сидела на песке и наблюдала за пионерами. Не, походу, так и самые. Ольга Дмитриевна, а мы к вам. Ко мне? Что случилось? Мы спросить вас хотели. О чём же? Вы знаете легенду о девочке-кошке? Зачем вам? Любопытно. Больше ничего на ум не пришло. А вдаваться в детали страшно. Какой-то внутренний механизм самозащиты говорил мне, что никому, кроме Лены и Алисы, не стоит знать о моём расследовании. Да, есть у нас такая легенда. Говорят, что в окрестных лесах живёт странная девочка-кошка. Иногда приходит сюда в лагерь и ворует еду и разные предметы. Какие предметы? Всякую бытовую мелочёвку. Зубной порошок, карандаш или даже будильник. А зачем ей это всё? Не знаю, блядь, не спрашивала как бы. Улыбнулась вожатая. Людей она боится. Если вдруг с кем-то встречается, то тут же убегает. А вы сами её видели? Нет. Жоль. Ну, пару раз, как мне кажется, я была в шаге от этого. То есть? Бывало, у меня из домика пропадали бутылки, зубной порошок, молоко. Вожатая сделала паузу, видимо, стараясь вспомнить, что ещё у неё пропадало. Да, и много чего ещё. И вы не находили потом эти вещи? Нет, они пропадали совершенно бесследно и необъяснимо. Когда-то я интересовалась этим делом, хотела выяснить, куда всё пропадает. Но, в конце концов, нет никаких доказательств существования этой девочки. Значит, живёт в окрестных лесах? Легче искать странную девочку в безлюдном лесу, чем того пионера в пионерлагере. Мне так кажется. В любом случае, мы с Леной сейчас займёмся поисками именно этой девочки. А почему вы так этим интересуетесь? Ну, любопытно, я же сказала. А Шурика вы не искали? Нахуй Шурика, когда искажка-девочка! Хе-хе-хей! Пока нет. Пахай на него. Поищите, товарищ, блять, пропал. Как-никак, суки вы тупорелые. А то этим занимаются только славя с электроником. Да нахуй, кому этот Шурик ещё нужен? Господи! Ольга Дмитриевна поднялась на ноги и стала кого-то высматривать среди пионеров. Вон там Семён спит. Пойду его разбужу, пусть поищет. Уже обед не за горами, а Шурика всё нет. Засим вожатая удалилась. Ильян, может, пойдём в лес? Сейчас? Ты хочешь сейчас идти в лес искать эту девочку? Да, пожалуйста, пожалуйста, я бы и она сходила, но вдвоём как-то спокойнее. И где Алиса? Она же обещала мне сегодня помочь. Я стала выглядываться в пионеров на пляже, но Алиса среди них не было, как и Ульяны. Похоже, они уже ушли отсюда. Ладно, уж не буду её отвлекать. Да они ж пару минут назад только туда должны были бы прийти. Ладно. Только, только давай сначала зайдём в домик. Мне нужно там кое-что взять. Хорошо. Мы с Леной покинули пляж. Подожди меня здесь. Я кивнула ей и прислонилась к стенке. Она зашла в домик. А мне вдруг стало любопытно, что это Лена от меня может вскрывать. Мы же соседки по домику. Пытаться что-то утаить друг от друга довольно трудно. Почему она не сказала, что именно хочет взять, и попросила подождать снаружи? Мне даже стало немного не по себе. Пока меня терзали эти мысли, Лена вышла. Пошли. А что ты взяла? Лена отвела взгляд. Ну, побегав глазами по округе, она наконец вытащила из-за спины. Яблоко. Просто на завтраке не совсем наелась. Взяла яблочко, чтобы слегка перекусить. Хочешь? При всей аппетитности яблока мне есть не хотелось. Не, спасибо. Ответила я, улыбнувшись. Лена откусила кусочек и проглотила его. Проглотив его, сказала. Ну, как хочешь, пошли. Почему она боялась показать яблоко? Мы уже продолжительное время плутали в лесу. Разумеется, я слабо верила в то, что мы с Леной сейчас там просто возьмем и найдем эту девочку-кошку. Но ведь стоило хотя бы попытаться. После первого получаса поисков мы с Леной для себя решили, что ищем не только девочку-кошку, но и Шурика. Очевидно, что в лагере его нет, иначе его уже давно отыскали. Ольга Дмитриевна наверняка уже там все вверх дном перевернула. Лес был более логичным местом для поисков. Но ни Шурика, ни странную девочку мы не встретили. Ничего, Лена. Ты понимаешь? Ни-че-го. Не все так просто в этой жизни. Я понимаю, но можно было бы хоть что-то найти. Может, наткнулись бы на какие-нибудь вещи, которые эта девочка своровала, или на какую-нибудь зацапку в поисках Шурика. Не хочется же возвращаться в лагерь с пустыми руками, то есть совсем пустыми. А почему ты думаешь, что эта девочка-кошка тебе как-то поможет? Не знаю, я просто уверена, что этот лагерь самый мистический. Сам этот лагерь какой-то мистический. Наверняка она в центре всей этой мистики, ну или хотя бы в малой ее части. А значит, должна что-то знать. Странная девочка в странном лагере, разумеется. Есть у нее какие-то ответы. Ничто я не вижу ничего странного в нашем лагере. Мне кажется, он у нас самый обычный. Просто ты не на моем месте, тебе не снятся всякие странные сны. Мы так ушли в разговор, что совсем уже не следили за дорогой. Подожди, а в какой стороне лагерь? Думаю, что в той. Смотри, мы совсем рядом, я знаю эти кусты. Мы подошли вплотную к кустам, и Лена слегка отодвинула ветки. Перед нами открылся взор на умывальнике. И уж было испугалось, что мы заблудились. А только мы с Леной не сразу приметили слона. У умывальников кто-то был. Ой, а кто это там? Мы пригляделись. Блядь. У умывальников стоял электроник. И раздевался! Сначала он снял с себя рубашку, а затем наклонился и, как мне показалось, спустил с себя шорты. Знать наверняка я не могла, так как он был по пояс скрыт за раковинами. Затем он потянул один из кранов. Носик поднялся, и вода уже не лилась в раковину, а прямой струей била в электроника. И почему я не знала о такой особенности кранов? Минуточку! Наконец до меня дошло, что мы с Леной стоим и подглядываем с кустов за электроником. Сам он тем временем напевал. Чисто-чисто моем трубочиста! О нашем присутствии он даже не догадывался. Лена! С трудом выдавила я из себя. Чё? Сдавленно ответила Лена. Пойдём отсюда. Быстрее! Пошли. Либо мы недостаточно тихо говорили, либо были неаккуратны с ветками кустов. Но электроник что-то заподозрил. Кто здесь? Мы бросились на утёк. Бля! Установились только у нашего домика. Давай! Это будет нашим секретом! Хорошо, только между нами девочками. Будем знать только ты и я. Да, только ты и я. Мы постояли так ещё немного в тишине. Звук горна нарушил наш покой. Уже обед? Вот это мы с тобой нагулялись в лесу. Пойдём кушать? Погоди минутку. Ещё одно яблоко. Лена зашла в домик. Чё она там ещё хочет взять? Не успела я об этом задуматься, как она уже вышла. Пошли. И мы отправились на обед. А чё она там делала в домике? Зайдя в столовую, мы увидели два свободных стула. Было ещё свободное место за столом с вожатой, электроником и славей. Но нам хотелось сесть вместе. Свободного места рядом с Алисой не нашлось. Они с Ульяной что-то обсуждали с заговорщицкими улыбками. Часскими. Может быть и... И ещё... Может была и... И ещё пара свободных мест. Но мы с Леной не стали себя утруждать поисками. А просто поспешили занять то, что увидели сразу. Может нам просто не повезло? Я уверена, что если поискать ещё, то мы обязательно найдём эту девочку. Ты так увлечена этим всем. Лен, ты должна меня понять. Мне снятся странные сны. Меня преследует имя Маша. Я выигрываю в карты, но почему-то этому не рада. Вдовавок ко всему, встречая какого-то загадочного пионера, который даже заподозрил в моей победе что-то неладное. А теперь это девочка-кошка. У меня на руках столько загадок и нет никаких ответов. Эта ситуация не даёт мне покоя. Разумеется, я хочу найти эту девочку. Она может дать хоть какие-то ответы. Ну что она может знать о тебе? Она же живёт в лесу и лишь иногда пробирается к нам в лагерь. Не знаю, мне больше ничего не остаётся. Я должна разобраться в загадках Савёнка, чтобы выяснить, что со мной происходит. Мику, ты так увлеклась загадками Савёнка, что перестала быть похожей на себя. Ты о чём? Ты забыла, что приехала сюда отдыхать? Все эти тайны сильно измотали тебе нервы. Тебя все знают, как очень жизнерадостная девочка. А сейчас ты не похожа сама на себя. Забудь ты обо всём этом хоть ненадолго. Но, Лена, ты мне не веришь? Я верю, что вы с Алисой видели здесь девочку-кошку, но всё остальное... Неужели ты и правда думаешь, что мы с тобой приехали в какой-то мистический лагерь? Девочка-кошка это, конечно, необычно. Но даже с ней Савёнок не становится местом загадок и чудес. Это обычный пионер-лагерь. Но ведь... Мику, я просто волнуюсь, что ты слишком увлеклась всем этим. Из-за этих поисков-разгадок ты перестала радоваться жизни, как прежде. А может, Лена и права? Может, мне стоит отдохнуть? Я так углубилась во всё это, что стало излишне нервной и серьёзной. Где моя прежняя жизнерадостность? Где моя беззаботность? Пропали, как и нормальный сон. Мне нужен отдых. Мне нужно забыть обо всём этом хотя бы ненадолго. Можно помузицировать, но... Кажется, у меня есть идея получше. Наверное. Ты права. Я так устала от этого всего. И какие у тебя планы на сегодня? Пойду на пляж. Буду плавать и загорать до тех пор, пока мне это не надоест. А ты? Повидайся с Семёном. У вас вчера была такая романтика, а из-за меня ты с ним до сих пор не виделась. Ну... Я утром заходила к нему, но тут же ушла. Не смогла подобрать нужных слов. Вот пока я буду на пляже, как раз у тебя будет достаточно времени, чтобы подобрать слова. Улыбнулась я. Мы закончили есть и пошли на выход. Лена отправилась в библиотеку, а я в домик, чтобы надеть под форму купальник. Спустя 10 минут я уже была на пляже. Здесь, помимо меня, был ещё не один десяток пионеров. Отдых мне не повредит. Я постелила на песок покрывало, сняла из себя пионерскую форму и осталась в одном купальнике. Подойдя к воде, я проверила её ногой. Прохладная. Но это даже лучше. Мне нужно хорошенько освежиться. Я отошла на пару метров и... На полном ходу забежала в воду. Окунулась с головой, заставив сердце колотиться быстрее. Затем вынырнула и крикнула. Как же хорошо! Лена права. Мне нужно ненадолго обо всём забыть. О кошмарах, о девочке-кошке, о таинственном пионере. Об исчезновении Шурика. Мне нужно просто отдохнуть. Вся эта мистика сильно измотала меня. И это всего за два дня. Я слышала, что после еды нельзя купаться, но мне было всё равно. Я вдоволь наплавалась. После чего легла загорать прямо на песок. Пролежав так продолжительное время, я снова пошла в воду. После очередных купаний я увидела, как другие ребята собираются играть в пионер-бол. Сетки не было, но их это не волновало. Я поспешила присоединиться к ним. Мы начертили на песке линию, которая условно обозначала сетку. Сетка была воображаемой. А потом во время игры мы не один раз успевали поругаться по поводу того, была ли она задета. Но ругались в шутку. И каждый раз, спустя буквально пять минут споров, мы начинали смеяться и продолжали игру. Ведь на самом деле счёт мы не вели. Играли ради удовольствия. После пионер-бола я снова пошла плавать. Пару раз погружалась в подводу, стараясь побыть там как можно дольше. Проверяла, как надолго могу задерживать дыхание. Мирового рекорда я точно не поставила. Потом я увидела, что кто-то принёс карты на пляж. Я думала, что карты есть только у Ольги Дмитриевны. Но походу, похоже, кто-то всё же имел в своём распоряжении личную колоду. Трое пионеров, постелив на песок полотенца, принялись раздавать карты. Я подбежала к ним и спросила, могу ли присоединиться. Но возражать не стали. Мы сыграли около пяти партий в дурака. Пару раз я даже умудрилась выиграть. После этого я снова пошла в воду смывать с себя налипшие песчинки. В итоге я забыла, что хотела только смыть песок и стала плавать без остановки. Наконец я вышла из воды и легла на постеленное мною покрывало отдохнуть. А в этот момент я вдруг поняла, что всё время, пока была на пляже, я только и делала, что улыбалась. Я поняла, что ко мне вернулась моя прежняя жизнерадостность. То, что делает меня мною. Ведь я, Мику, самая жизнерадостная и болтливая пионерка этого лагеря. Я уже довольно долго лежала. Наверное, даже задремала. Мику, так ты всё ещё здесь? Я подняла свою голову и увидела Лену. А что такое? Я села и принялась разгонять остатки дремы. Ты пошла сюда после обеда и до сих пор тут. А сколько времени? Скоро ужин. Я весь день провела на пляже. Я была уверена, что провела здесь не более пары часов. Надо же, как летит время, когда тебе хорошо. Значит, мне было не просто хорошо. Я чувствовала себя замечательно. Лена, я так здорово провела время. Я сначала плавала, а потом с ребятами играли в пионер-болл. Правда, сетки же нет, но мы на песке провели черту и представляли, что там сетка долго играли. А потом я опять пошла в воду, плавала, а ещё я пыталась задерживать дыхание настолько долго, насколько могу. А потом я увидела, как трое ребят постелили на песке полотенце и стали раскладывать карты. Я хотела сыграть, тоже и побежала к ним. Я пару раз даже выиграла, затем я пошла в воду, только смыть песок, а сама вновь увлеклась плаванием. Наконец я вышла из воды и легла здесь, чтобы отдохнуть. Боже, как же быстро и много она пиздит. Глядя на Лену, можно было понять, что она немного отвыкла от моей разговорчивости. Вижу, ты не скучала, но может пойдём ужинать? После такого активного отдыха я была зверски голодна. Да, пошли, только подожди, подожди, сейчас форму быстро надену. Я как раз к твоему приходу уже обсохла. Я поднялась на ноги и отряхнув форму от песка, поспешила её надеть. Побежали, а то опоздаем, только сначала забежим в домик, нужно занести туда покрывало, не оставлять же здесь. Я быстро сложила покрывало, чтобы его было удобно нести. Эх, жаль, что наш домик самый дальний из всех, но ничего, я думаю, мы успеем на ужин, побежали? Не дождавшись ответа Лены, я схватила её за руку и бегом направилась к домику. А мы направляемся к концу этого выпуска. Так что, всем спасибо за просмотр и всем пока.